В эфире Абхазского телевидения еженедельная итоговая программа «События недели» в студии Ирина Аршба. На протяжении всей уходящей недели внимание общественности Абхазии было приковано к слушанию по иску экс-кандидатов президента Алхаса Квейциния, которая проходила в Верховном суде Абхазии. По результатам трех заседаний, опросив всех свидетелей и выслушав представителей заинтересованных сторон, Верховный суд Республики Абхазия под председательством судей Генри Гомессония в составе судей Рауля Пачулия и Оксаны Пилия не удовлетворил иск Алхаса Квейциния в ЦИК, в котором он оспаривал решение Центральной избирательной комиссии по итогам выборов президента. Руководство статьями 182-187 Кодекса Республики Абхазии об административном судопроизводстве. Суд решил в удовлетворении административного СКО заявлений кандидатов президента Республики Абхазии Квейциния Алхаса Алексеевича Центральной избирательной комиссии Республики Абхазии о признании решения протокола номер 21 от 9 сентября 2019 года Центральной избирательной комиссии Республики Абхазии о битоках выборов президента Республики Абхазии от 9 сентября 2019 года незаконным, недействительным и отмене решения протокола номер 21 от 9 сентября 2019 года Центральной избирательной комиссии Республики Абхазии о битоках выборов президента Республики Абхазии отказать. Мотивированное решение суда подлежит изготовлению в течение 10 дней со дня объявления результивной части решения суда. Решение суда может быть обжаловано в касационном порядке, касационную коллегию по административным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда Республики Абхазия в течение 20 дней со дня принятия решения в окончательной форме. Адвокат Алхаса Квициния Инга Габилая заявила журналистам, что решение Верховного суда будет ими обжаловано. Все время, пока заседал суд, у администрации президента и штаба политической партии Амцахара решение суда ожидали люди. После того, как суд вынес свой вердикт, к собравшимся вышел президент. Абхазия Инга Габилая заявила журналистам, что решение Верховного суда будет ими обжаловано. 17 сентября 2019 года исполнилось 11 лет со дня подписания договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Абхазией и Российской Федерацией. Чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин в пресс-центре «Спутник Абхазия» рассказал о политическом и экономическом взаимодействии между двумя странами. Алика Трапш расскажет подробности. 17 сентября – значимая дата для Абхазии и России, отметил Алексей Двинянин, открывая пресс-конференцию. 11 лет назад в этот день между Российской Федерацией и Республикой Абхазия был заключен базовый договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. А второй такой договор был заключен уже в 2014 году. Таким образом, как подчеркнул посол, можно констатировать, что между двумя странами наработана солидная договорная база двустороннего сотрудничества, которая на сегодняшний день насчитывает более 110 документов в области обороны, безопасности, охраны границ, пенсионного, страхового и социального обеспечения, таможенной интеграции, развития науки, культуры и спорта. При поддержке России в Абхазии реализуются социально значимые мероприятия, направленные на повышение уровня благосостояния и социальной защищенности абхазских граждан. Осуществляется поэтапная индексация зарплат госбюджетников. Обеспечивается плавное выравнивание уровня пенсионных выплат российским гражданам, проживающим в Республике Абхазия, до среднего показателя пенсий в Южном федеральном округе Российской Федерации. Запущен механизм, регламентирующий порядок регистрации жителей Абхазии, имеющих российское гражданство, системе обязательного медицинского страхования, а также оказания абхазскому населению помощи в лечебных учреждениях Российской Федерации. Как отметил Алексей Двинянин, за последние годы заметно укрепился политический диалог Абхазии и России на высшем уровне. Об этом свидетельствуют более 10 встреч президентов Рауля Хаджимба и Владимира Путина. Помимо этого, проходят регулярные заседания межправительственной комиссии на уровне правительств РФ и Республики Абхазия. Кроме того, существует отлаженный механизм внешнеполитических консультаций по линии Министерств иностранных дел двух государств. Алексей Двинянин также рассказал о торговом обороте между двумя странами. Внешноторговый оборот Абхазии за первое полугодие текущего года составил 11 миллиардов 689 миллионов рублей. Этот показатель выше прошлогоднего на 11 процентов. Важно, на мой взгляд, отметить, что в структуре внешней торговли Абхазии по группам стран особое место занимает Российская Федерация как важнейший партнер. На долю России в первом полугодии текущего года пришлось 56 процентов от общего объема товарооборота Абхазии. В Абхазии успешно реализуется российская инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию республики. Как отметил Алексей Двинянин, на текущий год в ее рамках будет выделено около 1 миллиарда 700 тысяч рублей. Кроме того, дополнительно был выделен еще 1 миллиард рублей на выплаты зарплаты пенсии бюджетникам и 500 миллионов рублей на укрепление банковской сферы Абхазии. Говоря об обороне и безопасности Абхазии, посол отметил, что между Абхазией и Россией заключено немало соглашений. А буквально пару недель назад главы оборонных ведомств Абхазии и России подписали соглашение о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил республики Абхазия. Кроме того, Алексей Двинянин подчеркнул, что успешно осуществляется процесс реализации соглашения об охране внешних границ Абхазии по гранслужбе ФСБ России. Граница между Абхазией и Грузией по-прежнему остается хрупкой и требует пристального внимания, отметил посол. В этом году в Грузии прошли месяц назад учения НАТО «Проворный дух», в которых приняли участие, если я не ошибаюсь, порядка 13 государств-членов НАТО. Причем, что нас волнует, что с каждым годом в этих учениях принимает участие все большее количество стран, и они приобретают все более наступательный характер. Есть информация о развитии тесного сотрудничества в сфере обороны и безопасности между Грузией и Соединенными Штатами Америки на двусторонней основе. Так, как нам известно, готовится новое соглашение в этой области между Грузией и США, которое предусматривает размещение американских инструкторов на территории Грузии, что, естественно, тоже вызывает большие опасения. Поэтому приятно, что в сфере обороны и безопасности у нас заключены крайне серьезные и прочные соглашения, которые позволяют двум государствам, Российской Федерации и Республике Абхазия, совместно дать отпор любому врагу. Посол России в Абхазии коснулся и темы женевских переговоров, в которых он принимал участие с 2008 года, до его назначения послом в Абхазии в 2018 году. Как известно, в Женеве обсуждаются две группы вопросов. С одной стороны, это вопросы безопасности, с другой стороны, это гуманитарные вопросы. И если в сфере безопасности, скажем так, прогресс оставляет желать лучшего, хотя нам удалось в 2009 году заключить неформальное соглашение о создании механизма предотвращения и реагирования на инциденты в районе грузино-юго-осетинской и грузино-абхазской границ, то в гуманитарной группе прогресс более очевиден. В частности, в том, что касается Республики Абхазия, по моей информации, достигнуты определенные соглашения об экологической сфере, в сфере обмена архивными данными, по другим гуманитарным контактам. Хотел бы обратить ваше внимание еще на утверждение грузин и их западных покровителей о существовании некоего, я цитирую, соглашения о прекращении огня. Хочу вам ответственно перед телекамерами и микрофонами заявить, такого соглашения не существует в природе. Когда грузины заявляют, что Россия, либо Абхазия, либо Южная Осетия не выполняют соглашение о прекращении огня, это откровенная ложь. Такого соглашения не существует в принципе. И когда я неоднократно в Женеве спрашивал грузинских коллег, покажите мне этот текст на бумаге, они лишь разводили руками, что он у вас должен быть, но как можно утверждать, что существует некое соглашение, не имея его у себя на руках. В свете происходящих в стране после выборов президента Абхазии событий Алексей Двинянин отметил, что стабильность очень важна для развития республики и поэтому пожелал всем политическим партиям и общественным организациям конструктивного диалога между собой. 18 сентября состоялось заседание Кабинета министров под председательством президента Рауля Хаджинба по вопросу выполнения плановых показателей по итогам 8 месяцев текущего года. Председатель государственного таможенного комитета Беслан-Цвинария проинформировал о состоянии дел с исполнением доходов бюджета по таможенным платежам. В целом по начисленным платежам план за 8 месяцев выполнен на 101,3%. За исключением таможенной пошлины, по экспорту и НДС все остальные платежи перевыполнены. Замминистра по налогам и сборам Геннадий Ардзенба сообщил о том, что в республике за исключением Гагри и Сухума плановые показатели также выполнены. Он выразил уверенность, что плановые показатели будут выполнены к концу текущего месяца. Участников заседания о показателях поступлений в государственный бюджет также проинформировал министр финансов Джан Сухнанба. Итоги заседания подвел глава государства. Рауль Хаджимба подчеркнул необходимость качественного выполнения своих функций каждым государственным ведомством. Выборы закончились. И нужно делать ту работу, которую мы с вами знаем. И делали, думаю, неплохо. У нас до начала выборной кампании показатели по выполнению бюджетных цифр были более-менее нормальными. То, что сегодня мы с вами видим цифры, честно говоря, они свидетельствуют о том, что у нас очень слабая работа в течение месяца. Все были заняты, некому было работать, все ударились в политику. Нужно возвращаться назад в рабочее состояние. Спрос будет достаточно жесткий. Сегодня гость нашей программы – вице-премьер, министр финансов Джан Сухнанба. Джан Сухнанба. На последнем заседании Кабинета министров было сказано о том, что исполнение государственного бюджета на текущий момент выполнено на 97%. Говорит ли это о том, что государственный бюджет 2019 года к концу этого года будет выполнен на 100%? Безусловно, мы планируем завершить этот финансовый год в рамках тех плановых показателей, которые мы определили для себя в законе о республиканском бюджете. Да, действительно, традиционное заседание Кабинета министров рассматривало итоги прошедшего периода, 8-месячный период, и мы отметили как положительные, так и отрицательные факты происходящей ситуации. Из положительного можно опять-таки отметить, это превышение фактического объема поступлений средств за 8 месяцев 2019 года, сравнительно 2018 года. Превышение составляет более миллиарда рублей, это достаточно существенная цифра. Справедливости ради нужно отметить, что речь идет о превышении в миллиард рублей, которое состоит из российской финансовой помощи и из собственных средств. Собственные средства, какая часть из них? Собственных средств за 8 месяцев 2019 года мы собрали на 266 миллионов рублей больше. При всей, так скажем, скромности цифр, которую мы озвучиваем, данная динамика, она говорит о том, что те мероприятия, те решения правительства, которые были приняты в первом квартале, во втором квартале, я сейчас говорю о различных мероприятиях, а именно о работе межведомственной комиссии, которая проводила свою работу по всей территории Республики Абхазия, в части и проверки реализации и подакцизных товаров, и в части соблюдения правил на местах размещения, то есть курортные объекты. Все это дало достаточно существенный эффект, и на самом деле 97% от 8-месячного плана, это да, мы немного отстаем на 3%, но существует уверенность, что бюджет 2019 года мы исполним, ну, как минимум в таких же пределах. А по каким направлениям не выполнены плановые показатели? Самые значительные выпадения у нас, значит, идут по налогу на добавленную стоимость и по налогу на прибыль, если говорить о самых крупных. Ну, хотелось бы отметить, что наша, так скажем, экономика, как и вообще вся наша страна чувствительна к всякого рода политическим событиям. И результаты августа месяца, они показали, что в данном месяце наблюдалось снижение деловой активности, соответственно, налогов и иных таможенных платежей было уплачено меньше, чем за тот же месяц 2018 года. Но, несмотря на, так скажем, смену тенденции в августе месяце, мы надеемся, что и в сентябре месяце ситуация выправится и до конца года мы будем достигать своих плановых показателей и исполним бюджет на 100%. А насколько выполнена расходная часть бюджета? Расходная часть бюджета, безусловно, учитывая, что она полностью напрямую зависит от доходной части, она у нас тоже выполняется на, если мы берем от годового бюджета на 62-63%, то есть государственный бюджет и республиканский бюджет. При этом хочется отметить, что за весь период по республиканскому бюджету мы не допускали задержек нормативно-публичных обязательств, это различного рода социальные пособия, пенсии и так далее. Не было допущено задержек по заработной плате бюджетным организациям. Насколько мне помнится, еще весной ситуация с исполнением и сбором налогов и поступлением в республиканский бюджет и в государственный бюджет была довольно неутешительной. Получается, удалось выправить ситуацию именно благодаря тем мероприятиям, о которых вы сказали ранее? Конечно, безусловно, мы тщательно отслеживаем все моменты, которые нас тревожат. Реакция на те или иные отклонения у нас достаточно оперативная. Правительство, в частности финансово-экономический блок, принимают соответствующие решения, выходят с предложением на рассмотрение правительства, президента. Мы получаем поддержку в этом плане и по мере реализации этих запланированных мероприятий нам удается в той или иной степени выправлять ситуацию и поступательно идти вперед. С июля месяца некоторым категориям граждан Абхазии должны были повысить заработную плату. В связи с этим, сделан ли уже перерасчет и когда начнут эти граждане, эти категории граждан получать повышенную зарплату? Да, совершенно верно. Вы говорите о межправительственном соглашении, которое предполагает софинансирование заработной платы отдельным категориям бюджетников. Вы знаете, что в корректировке республиканского бюджета на 2019 год были предусмотрены повышения заработной платы именно этих категорий бюджетников. На сегодняшний день произведен полностью перерасчет с начала года, то есть перерасчет велся с начала года. И все положенные суммы в республиканском бюджете и в местных бюджетах они выплачены. И этот процесс будет продолжаться далее. Возможно, вы помните, на одном из заседаний Кабинета министров правительство утвердило протокол о внесении изменений в это соглашение. В этом протоколе устанавливаются новые целевые показатели по среднемесячной заработной плате этих же отдельных категорий. То есть внутригосударственные процедуры по подписанию протокола к соглашению с нашей стороны уже проведены. Российская сторона об этом уведомлена в соответствующем порядке. Как только российская сторона произведет свои внутригосударственные процедуры, у нас появится возможность подписывать соглашение уже на 2020 год, что позволит нам и в 2020 году продолжить эту работу, которая заключается в том, чтобы среднемесячная заработная плата отдельных категорий бюджетников в нашей стране достигла уровня Южного федерального округа. Это достаточно существенное, является существенным подспорьем для наших бюджетников и в этом направлении мы активно работаем. Значит уже получают повышенную зарплату? В рамках решения правительства, в котором мы установили диапазоны процентные по увеличению, по каждой категории отдельно, все это работа уже идет. Что касается местных бюджетов, то в рамках тех перерасчетов, которые они произвели, мы перечислили им дотации. То есть это уже обыденность, которую мы исполняем ежемесячно. Дженсух Эдуардович, до конца текущего года должно состояться еще одно заседание межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазии и Российской Федерацией. Определен ли уже конечный перечень объектов, которые войдут в следующую инвестпрограмму? И если определен, то назовите некоторые из них, самые важные. К сожалению, озвучивать какие-то отдельные объекты пока, на мой взгляд, не стоит, потому что идет сейчас активная работа по согласованию данного перечня. Абхазской стороной представлен свой вариант перечня этих объектов, которые мы планируем включить в программу 2022, то есть трехгодичная программа, которая будет утверждена, как вы совершенно верно отметили, на межправительственной комиссии. Межправительственная комиссия будет проведена, как только будут завершены все внутригосударственные процедуры по согласованию соответствующих вопросов. И мы с вами узнаем, я думаю, в ближайшее время, какие именно объекты. Ну, как бы ни для кого не секрет, что в инвестпрограмму обычно попадают объекты социально значимые, инфраструктурные объекты, то есть дороги, это значимые для нашей страны, так скажем, социальные объекты. Начиная с 2003 года, 18 сентября, принято считать Международным днем мониторинга воды. В этот день ученые по всему миру отслеживают качество воды, осуществляют сравнительные пробы, проверяют уровень загрязнения, так как проблема с питьевой водой все еще остается актуальной в мире. Мы решили выяснить, какие исследования воды проводятся в Абхазии. Смотрите репортаж Амелии Бисмарк. Абхазия расположена в природных условиях с хорошо развитой водной системой. Вода в горных озерах и реках чистая, насыщенная микроэлементами и полезными веществами, поэтому пить ее можно, совершенно не опасаясь за собственное здоровье. Однако специалисты-химики постоянно следят за качеством состава. К водным ресурсам необходимо осознанное отношение, ведь именно от чистоты воды во многом зависит жизнь людей. Благодаря постоянному мониторингу специалисты могут отслеживать различные изменения в составе. У нас проводится мониторинг всех вод, рек, речушек, озер наших. Этим занимается у нас АГЦМ, Абхазский государственный центр мониторинга. Все доступные, куда мы выезжаем по работе, водные объекты доставляются сюда, пробуют. С пресной водой в Абхазии проблем нет, но тем не менее к этому ресурсу, важному, жизненно необходимому ресурсу, нужно относиться рачительно. При Государственном комитете по экологии и охране природы работает Центр экологического мониторинга. На базе местной лаборатории проводятся исследования различной направленности. В этих стенах определяют гидрохимический состав воды. Для того, чтобы нам определить содержание кальция магния суммарной, мы должны оттитровать это до перехода в другой красивый такой бирюзово-голубой цвет. И по тому количеству этого вещества, этилендиаминтетрацитата натрия, мы определим, какое суммарное количество кальция магния содержится в воде. В лабораторию обращаются производители бутилизированной воды, а также владельцы самодельных скважин и колодцев. Очень чистая, хорошая вода, что касается поверхностных источников, что питьевых источников, потому что у нас практически нет никакой промышленности, удобрения используются очень мало. И вот за всю нашу деятельность практически были единичные только случаи, где были выявлены превышения предельно допустимых концентраций по токсичным элементам касательно гидрохимии. Центр экологического мониторинга осуществляет научные исследования не только питьевой воды, но и осадков. С точки зрения проведения и научной работы, и вообще интересно знать, что нам как бы льется на голову, потому что это попадает в те же источники питьевые, как бы землю орошает, меняется ли от этого состав. Озеро Рица – значительный источник пресной воды в Абхазии, обладающий своей уникальной экосистемой. В то же время это популярнейший туристический объект, который ежегодно посещают тысячи людей. Влияет ли это на качество воды в озере, мы спросили у специалистов. По инициативе Госкомитета по экологии были проведены исследования до начала туристического сезона, то есть в начале весны. И вот в самый пик, в конце августа, практически никаких изменений в составе, то, что касательно гидрохимии, в сторону ухудшения не было выявлено. В конце лета в горах тают последние ледники, реки мелеют, и, соответственно, в республике заметно ощущается нехватка питьевой воды. Однако с наступлением осенних дождей количество воды постепенно начинает восполняться. Уровень рек чуть-чуть повысится, зимой они встанут опять чуть выше, к весне они станут полноводными. И этот процесс постоянный. Процесс подачи воды в город достаточно сложный. Он осуществляется в несколько этапов. Водонасосная станция номер 4 питает большую часть столицы. Эта скважина пробурена на глубине около 35 метров. Вот с таких скважин вода подается в сборные резервуары этой насосной станции. И таких скважин на этой, именно на этой насосной станции сегодня работает 21 скважина. Чтобы очистить воду от бактерий, ее хлорируют с соблюдением установленных норм по специальной методике. Хлорирование происходит инжекторным способом. То есть, вода под давлением, открывается контейнер, выставляется уровень хлора. И вода под давлением как бы вымывает этот хлор из контейнера в резервуары. И уже в город поступает плавированная уже вода. Когда ежедневно в разных частях города берется проба воды, определяется процент содержания хлора. Не секрет, что в современных странах воду не хлорируют, а используют иные способы очистки. В перспективе переход к подобным инновационным методам возможен и в Абхазии. Амелия Бисмарк, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. 25 сентября в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскер состоится 7-й молодежный арт-фестиваль «Прогулка по набережной». Зрители фестиваля смогут увидеть экспонаты государственных музеев, конкурсные выступления молодых поэтов, писателей, чтецов, дефиле мод, концертную программу с участием детских и молодежных творческих коллективов, а также исполнителей Абхазии. А 27 сентября в Москве в Российском институте стратегических исследований состоится открытие выставки абхазских художников, приуроченной к юбилею Союза художников Республики Абхазия. На выставке будут представлены работы в жанре живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Выставка состоится при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия и Союза художников Абхазии. Такими были события уходящей недели. Какими они будут, мы обязательно расскажем в следующей программе. Всего доброго.